В Люберцах состоялся муниципальный этап областного конкурса «Семейный завтрак». В Подмосковье он проводится впервые. Конкурсанты, учащиеся школ и гимназий округа. Дети состязались в приготовлении сырников. Подробности соревнования юных кулинаров в следующем материале. В конкурсе участвуют семь команд. Площадку и оборудование для мероприятия предоставило предприятие «Атесси». Юных кулинаров делегировали две гимназии и пять школ. Дети уже победители. Они стали лучшими на школьном этапе конкурса. Здесь разный возраст, но в основном это среднее звено школы. Это шестой, седьмой, восьмой, девятой классы. Из разных школ разновозрастные ребятишки. Каждой команде три человека. Непосредственно участник, его помощник и педагог. Мария Бибикова представляет гимназию номер один. Готовкой увлеклась два года назад. Коронное блюдо – блины. Сейчас в арсенале повара традиционный для приготовления сырников набор. Творог, сметана, сахарная пудра, яйцо, мука, сахар и соль. Рецепт приготовления мамин. Нет, особого секрета нет. Главное постараться и все. За состязанием наблюдает жюри. В его составе сотрудники управления образованием, депутат совета депутатов, представитель предприятия «Атесси». Критериев, по которым оценивается, казалось бы, простое блюдо. Много. Вкус, качество использованных продуктов, сервировка блюда, умение кулинара его презентовать. Мы будем учитывать результаты, в первую очередь, этапов в социальных сетях и школьного, а также мы будем оценивать то, как отсервировано блюдо, его вкусовые качества. У нас в жюри есть профессиональный бренд-шеф «Атесси», который, я думаю, на 100%, я уверен в этом, на 100% поможет нам абсолютно профессионально и, главное, объективно оценить. По итогам состязания первое место заняла ученица гимназии номер один Мария Бибикова. Она представит городской округ Люберцы на заключительном областном этапе конкурса. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.